Знойным летом приходится говорить о предстоящей зиме и не только говорить, а готовиться к ней заранее. С апреля по октябрь в это время традиционно городские котельные по графику становятся на плановый ремонт. А сейчас в летний период самое время отремонтировать коммунальные хозяйства в домах, поменять трубы, посмотреть состояние теплоузлов, насосов. Все это задача управляющих компаний. Сами жильцы многоэтажек, а также административные комиссии следят за тем, как проводится такая подготовка. Работает управляющая компания по крытью, которая обслуживает два социальных дома. Она не работает. Больше года мы пытаемся ее найти. Оказывается, руководитель управляющей компании с гордым названием здесь же в зале. К нему претензии от жильцов домов с голубых дали. Своё бездействие он даже пытается как-то объяснить, но власти требуют работу, а не рассуждение. Встречаться надо с людьми, а не здесь публично объясняться. Бессовестно. Сейчас будете по каждому поводу и без поводу. Все стоят и все как один говорят, что вы не работаете. А вы всем объясняете здесь, какие вы хорошие. И по цифрам у вас ноль. В целом же город готов на 77% к новому отопительному сезону. Но глава города требует уже стопроцентную готовность. Через две недели – сентябрь. Он просит Ростехнадзор не осенью, когда городу выдается паспорт готовности, а сейчас поработать в составе комиссии по приему домов. Включите, пожалуйста, в проверку этих домов как общественность, так и технадзор. Домкомы должны знать, что если что-то не так, надо обязательно прийти на совещание по подготовке к зиме и поставить эти вопросы. Не просто посидеть. Хорошо? Хорошо? Именно для этого я большой актив привлекаю. Именно для этого, чтобы вопросы здесь решались до того, как придет 15 ноября и мы начнем подключаться к теплу. Анатолий Пахомов дает поручение совещания. В таком составе проводить раз в неделю и снимать с повестки дня проблемные вопросы. Сегодня отчитались главы районов, заслушали и представители теплоснабжающих организаций. Говорили о тех домах, которые никем не обслуживаются. В городе их 11. В частности, например, по Полтавской 22 принято решение о ремонте теплотрассы и подключении к хосте этого дома. По Петропавловской 3 предполагается строительство нового участка теплотрассы и подключение к котельной Сочи Теплоэнерго. Паспорта готовности жилых домов должны быть готовы до 15 сентября. Котельные до 15 октября. Паспорт же готовности города должен быть подписан к концу октября.